Один человек погиб, и еще один попал в больницу в тяжелом состоянии. В Шымкенте пассажирский автобус буквально подмял под себя людей, стоявших на остановке. Трагедия произошла 1 ноября. По данным полицейских, водитель ехал на скорости свыше 60 км в час и протаранил еще и другие автобусы. Катерина Попкова встретилась с пострадавшими и попыталась восстановить картину того дня. В тот роковой день Карлогаш-Култаева до работы так и не доехала. По словам девушки, автобус смерти появился словно из ниоткуда. Только чудом ей удалось спастись. В больницу Карлогаш привезли с переломом 12-го грудного позвонка. Я сознание не теряла, поэтому слышала, как водитель сказал, что у него тормоза отказали. Я видела, когда он пересекал перекресток, он прям летел и ударился в 84-й автобус, куда люди садились. Это кадры страшного ДТП на дороге пятна крови и осколки стекла. Что стало причиной жуткой аварии, сейчас выясняют стражи порядка. Но уже известно, автобусом управлял 29-летний мужчина. Водитель автобуса, месяц, 85-го года рождения, совершил наезд на двух девушек, 85-86-го года рождения. После чего, протранный автобус перед стоящей маркой Дунфинг, в свою очередь, он ударил рядом стоящий автобус МАН. Южный город давно славится недисциплинированными водителями, но эта жуткая авария всколыхнула буквально весь Шимкент. В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог заверили, если вина водителя будет доказана, договор с автоперевозчиком расторгнут. Оказалось, за этот год это уже четвертый инцидент с участием пассажирского транспорта. Из них два рассматриваются до сих пор инспекторами ДПС, один уже дали заключение, что это не по вине водителя, а по вине пешехода. По другим нарушениям мы по девятим маршрутам дали одностороннее расторжение. То есть мы вот на днях дадим в суд, чтобы рассторжение с ним добывалось. Водителю, виновному в этой аварии, грозит до пяти лет лишения свободы, а Карлыгаш предстоит перенести сложнейшую операцию. И пока неизвестно, сможет ли она вновь встать на ноги.